А я уже говорил тебе, что 775 БУ техника из Европы не вся техника БУ. По-моему говорил вот здесь. Так, глядишь, скорой распаковки начнем на этот канал снимать. Опа. Вот мы уже и начали. Я распаковал. 775, сейчас я расскажу тебе про вот эту вкуснятину. Lenovo Legion 5. Современная, мощная, игровая машина. Хоть на первый взгляд, ну судя по габаритам и весу так и не скажешь, Legion это линейка ноутбуков для геймеров. Официальный цвет нашего девайса Phantom Black, призрачный черный. А корпус выполнен из специального матового пластика с добавлением талька. Благодаря такому составу внешний вид этого красавчика будет оставаться опрятным максимально долго. Кстати хочу заметить, что дизайн для девайсов такого класса максимально непривычен. Никаких ломаных линий и резких переходов. Развлекательную направленность ноутбука выдает только шарнирная петля крепления дисплея и надпись Legion. Они покрыты преломляющим свет материалом и под разными углами могут менять цвет. Ну что, давай рассмотрим края. Сразу хочу сказать, что спереди нет ничего. Хотя они могли бы добавить сюда картридер. Они вообще могли бы добавить в этот ноутбук картридер, его к сожалению здесь нет. Так что переходим к другим многочисленным интерфейсным портам. Слева комбинированный аудиоразъем для микрофона и наушников и порт USB 3.1 с функцией подзарядки. На него всегда подается питание даже при выключенном устройстве. Справа еще один USB 3.1, отверстие нового для перезагрузки системы и индикатор питания. Ну и сзади Ethernet-порт, USB Type-C, его еще и в качестве дисплей-порта можно использовать. Два оставшихся разъема USB 3.1, HDMI, входной разъем питания, замок Кенгсингтона. За крышкой остается немного места и Lenovo использовали его во имя нашего удобства. Они вывели над разъемами подписи и тут же размещен индикатор заряда. А еще за эту область очень удобно держаться. Кстати, по поводу качества сборки у меня нет никаких нареканий, никаких люфтов, никаких скрипов. Ну что, как ты видишь, я его уже открыл. Давай заглянем под крышечку поподробнее. Тут продолговатый двухкнопочный тачпад. Кстати, рабочее пространство вокруг него выполнено из тактильно приятного полимерного материала. По ощущениям, нечто среднее между пластиком и силиконом. Пользоваться ноутбуком чрезвычайно комфортно. Клавиатура хороша, у нее даже имя есть – Legion True Strike. Большие клавиши благодаря ножничному механизму нажимаются бесшумно, имеют ход порядка полтора миллиметра. Также есть цифровой блок и равномерная белая подсветка. Ну и над клавиатурой посерединке кнопка включения. Переместимся немножко выше – к экрану. Как и во всех современных ноутбуках он открывается на 180 градусов. Но я думаю тебя больше интересует в этом дисплее кое-что другое. Он полностью соответствует игровому ноутбуку. Диагональ 15,6 дюйма, Full HD разрешение 1920 на 1080 точек, частота 120 Гц, антибликовое покрытие, узенькие рамочки вокруг экрана шириной до сантиметра. Лично мерил. И вишенка на тортике – матрица IPS с прекрасными углами обзора. Ну и переместимся в самый верх. Тут встроены два микрофона и HD камера. Если ты тоже поклонник теории заговора, в вебку добавлена механическая шторка. И перед тем, как мы перейдем к нашему мощнючему железу. Естественно мощное железо, это ж игровой ноутбу. Добавлю, что этот легион, благодаря своим резиновым продолговатым ножкам, будет уверенно стоять на столе. Никуда не убежит. Есть ножки, но они не бегают. Как-то это все странно звучит. А в общем мощнючее железо. Восьмиядерный 16-потоковый процессор AMD Ryzen 7 4800H с тактовой частотой 2,9 ГГц и 4,2 ГГц в режиме турбо. 16 ГБ оперативной памяти. SSD M.2 на 512 ГБ. Дискретная видеокарта Nvidia GeForce GTX 1660Ti 6 ГБ GDDR6. И питает это все встроенный аккумулятор на 60 Вт часов. Сейчас играть будем много, поэтому я решил максимально вооружиться. Погнали. Осталось выставить ультра настройки графики и разрешение Full HD. И Dota 2 залетает с прекрасными результатами. FPS уверенно держится за соточкой. Да, я немного поторопился. Вот прекрасные результаты. Счетчик кадров в секунду в Counter-Strike GO достигает 200. Жаль, я нормально в CS не катаю. World of Tanks тоже несложная задача для нашего легиона. FPS снова за 100. Окружение прорисовывается быстро, без лагов и просадок. Так, прошу меня простить, тут нашу базу захватывают. Да не мой сегодня день. Ну, зато при взрыве на долю секунды увидели минимальное значение FPS. 93. Ну все, я достаточно разозлен, попробую оторваться в Valorant. Ну, начало не задалось, но сейчас отыграемся. Есть. Причем ноутбук очень помогает, демонстрируя 100-130 кадров в секунду. В Apex Legends тоже можно спокойно играть с комфортом. Напоминаю, мы все еще на ультра настройках графики в разрешении 1920 на 1080. Имеем 70-100 FPS. Пока еще последняя FIFA 21 работает прекрасно. В игре тоже стабильно за 100 кадров в секунду. Причем движок игры имеет лимит FPS в заскриптованных сценах. И меня очень порадовало, что на этом железе потолок 60. Не уходим далеко от этой цифры. Mortal Kombat 11 держит те самые 60 кадров в секунду. И что б там ни происходило, ни больше, ни меньше. Ну прям очень нравятся результаты. Слушай, что там до сих пор выжимают все соки с ПК? Вот в GTA 5. И да, соковыжималка запущена. Видеокарта загружается чуть ли не на 100%, но средние 60 кадров имеем. Иногда больше. Иногда случаются мелкие просадки. Но для меня это не повод, чтобы ставить графические настройки ниже ультры. Полностью аналогичная ситуация в Fortnite. Те же плюс-минус 60 FPS. Продолжаем держаться на ультра настройках. Не отходя от тем, мы взглянем на еще один, скажем так, более реалистичный Battle Royale PUBG. И снова самые что ни на есть играбельные 60. Дальше Metro Exodus на ультра настройках графики. Правда в самой игре они называются экстрим, но не суть. Ну вроде все не так уж и плохо. А нет, вот пошли просадки. Опять вернулись к 60 FPS. Так, сейчас мы снимем все вопросы. Тут же есть штатный бенчмарк. Вот теперь все стало на свои места. Нашлась игра, которая подпортит статистику этому легиону. Да, нам впервые придется понижать графику до... Минималок? Чего, блин? На самом деле все из-за вот этой прожорливой сцены. Лично я для себя выбрал оптимальными высокие настройки. Как видишь, более чем играбельно. Да и Need for Speed Heat оказался довольно требовательным. В гонке получаем максимум 50 кадров в секунду. Эх, и тут придется понизить графические настройки. Для комфортной игры выберем средние. Теперь 50 это минимальный показатель. В основном же будем наблюдать 60-70 FPS. Не, ну играть на нем одно удовольствие. Вообще невозможно остановиться. Так, давай посмотрим то, чего у нас еще не было. Звездные войны, Death Stranding, нового Ассасина посмотрим. Не, ну что не говоря, Кодзима гений. Его последнее детище, как я уже сказал Death Stranding, на нашем ноуте работает очень хорошо. Даже в дождь на ультра настройках есть 80 кадров в секунду. Правда я только в начале игры. Пройду подальше, обязательно расскажу что там в следующих обзорах. Крутейший Star Wars Павший Орден тоже идет на ура. Значение FPS держится в районе 60. Хотя могут и убежать вверх до 70-80, а могут и кратковременно просесть до 50. Но не критично. Ну и взглянем на Assassin's Creed Valhalla. Да, все-таки видно, что это требовательная игра 2020 года. На ультра настройках играть можно, но со скачущими значениями FPS. Так, прыжок веры... 45 кадров. Не круто. Поэтому не заморачиваясь ставим среднюю. Теперь уже 60 с минимальными просадками в прыжке и битве. Ну все, настало время тяжелой артиллерии. Киберпанк. Не знаю, на что я надеялся выставлять трассировку лучей, не имея RTX видеокарты. Ну, попытка не пытка, как говорится. Ладно, посмотрим на стандартные ультра настройки. Да, так получше конечно, но не думаю, что тебя устроит 45 кадров. Поэтому ставим средние. Вот вроде даже 60 проклевывается, но въезжаем в город. И все эти графонистые здания, неоновые вывески делают свое дело. FPS падает, а наши настройки понижаются. До минимальных. Ну это же киберпанк. Тут минималки выглядят как высокие в GTA 5. Вообще я тестами очень доволен. Из 16 тестируемых игр ухудшать картинку понадобилось только в 4. Таких впечатляющих результатов удалось добиться благодаря тому, что видеокарта GTX 1660 именно в этом ноутбуке показывает свой максимум. И важнейшую роль в этом играет невероятно продуманная система охлаждения. Legion 5 может похвастаться в фирменной Cold Front 2.0. Холодный воздух поступает снизу через вентиляционные отверстия, а нагретый выбрасывается через решетки сзади и по бокам. Причем интенсивность охлаждения можно изменять с помощью предустановленных режимов. Их три. Сбалансированный, тихий и режим производительности. Цвет кнопки включения соответствует выбранному температурному режиму. Они переключаются либо горячими клавишами, либо специальной утилитой Lenovo Vantage, которая идет в комплекте с ноутбуком. Ну посмотреть посмотрели мы все. И снаружи как он выглядит, и как он показывает. Ну а теперь давай его послушаем. Во-первых, и тут нам может пригодиться Lenovo Vantage для выбора настроенных профилей звука. А во-вторых, поддерживается технология Dolby Atmos для наушников. И в-третьих, в настройке звука участвовали такие именитые ребята, как Harman Kardon. И это слышно невооруженным... ухом. Звук чистый и громкий. Lenovo Legion 5 отличное, мощное геймерское решение. Благодаря 120 герцовому экрану и чистому трехмерному звучанию, ты легко сможешь обнаружить виртуального врага. Однако, лаконичный дизайн вообще не выдает его мощную начинку. Так что ты можешь брать его даже на бизнес-встречи. И играть там. i775 предлагает тебе этот новенький ноутбук с гарантией в коробочке за 33 700 гривен. Спасибо за просмотр. Покупай только качественную технику. А мы сделаем все, чтобы ты был доволен своей покупкой. Особенно вот такой. Лайк, подписка, колокольчик. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok